Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на одну очень важную тему, которая волнует многих наших подписчиков. И это не мудрено, потому что не только важно вырастить урожай, но также его сохранить, переработать и употребить в очень полезном для нашего здоровья виде. К одному из продуктов домашней биотехнологии, наряду с квашеной капустой, простоквашей и другими молочнокислыми продуктами, пивом и вином, относятся также и уксус. Уксус – это один из древних продуктов домашней биотехнологии, который позволял сохранять выращенную продукцию в течение длительного времени. А кроме того, и сам по себе уксус обладает важными, полезными, целебными действиями. Фруктовый уксус, чаще всего яблочный уксус, готовят из забродившего яблочного сока. Это неудивительно, потому что приготовление уксуса является двухстадийным процессом. Уксусные бактерии, которые заводятся в сидре, в забродившем яблочном соке, способны употреблять очень ограниченное количество источников энергии. Основным питанием для них является этиловый спирт. Однако, просто в растворе этилового спирта эти бактерии расти не могут. Почему? Потому что для их функционирования необходимо колоссальное количество других питательных веществ. Даже если мы запустим уксуснокислые бактерии просто в яблочный сок, развитие их там будет крайне незначительным. Это связано с тем, что даже яблочный, цельный, нормальный яблочный сок не содержит всего того набора активных веществ, необходимых для существования вот такой вот удивительной субстанции, которую мы называем уксусная матка или еще чайный гриб. Из чего же состоит уксусная матка или чайный гриб? И какие условия необходимы для того, чтобы она развивалась как можно лучше? Дело в том, что чайный гриб является симбиозом или совместным существованием нескольких, а чаще всего трех микроорганизмов, которые формируют так называемую вот такую вот зооглию. Вот такую вот. Она принимает форму той емкости, в которой она развивается, в которой она находится. Если емкость круглая, то изооглия будет круглая. Первым микроорганизмом, который формирует вот это слоевище, непосредственно вот это слоевище, является специфическая, очень необычная бактерия, которая называется ацетобактер ксилинум. Ацетобактер ксилинум – это единственная бактерия, которая способна синтезировать целлюлозу. Мы знаем, что целлюлозу синтезируют растения, это бумага, это древесина, это хлопок и так далее. Но эта чудесная бактерия также способна синтезировать целлюлозу. Целлюлоза необходима ей для того, чтобы находиться всё время на плаву на поверхности. Дело в том, что в отличие от молочнокислых бактерий, вот эта ацетобактер ксилинум способна существовать только в присутствии кислорода. Настолько это для неё важно, что из этой целлюлозы она формирует для себя поплавок, вот такой, который удерживает её на поверхности. Волокна целлюлозы соединяются как цементом, небольшим количеством слизистых веществ. Внутрь заключаются пузырьки воздуха, и вся эта конструкция, как пенопласт, плавает на поверхности фруктового сока, ну, яблочного в частности. Другим компонентом этой системы является удивительная бактерия глюконобактер оксиданс. Она легко превращает этиловый спирт в уксусную кислоту, и дальше она превращать уже до углекислого газа, этиловый спирт не в состоянии. Именно поэтому уксусная кислота накапливается в этой системе, и мы получаем продукт, который называется яблочный, ну, или какой-то ещё уксус. Поэтому для того, чтобы уксус получился у нас хорошо, ни в коем случае нельзя закупоривать, закрывать посуду крышкой. Вот такой вот обыкновенной крышкой. Её обязательно нужно укрывать каким-то воздухопроницаемым материалом. Это может быть бумажная салфетка с резинкой, это может быть, например, кусочек лопчатобумажной ткани, ну, или что-то ещё, что обязательно пропускает воздух. Почему уксус нельзя оставлять вот просто открытым на воздухе? Дело в том, что к этому запаху очень тянутся, прямо липнут такие насекомые, как мухи дрозофилы, да и другие могут туда попасть в эту ёмкость. Поэтому ёмкость надо обязательно закрывать, обязательно защищать. Ещё третьим организмом, который является абсолютно необходимым для приготовления домашнего уксуса, являются дрожжи. Дрожжи формируют нижнюю, рыхлую часть вот этого гриба. Вот когда вы на него смотрите, если чайный гриб у вас есть, то верхняя часть у вас гладенькая, а нижняя более тёмная, рыхлая. Вот в этой более тёмной, рыхлой части и сосредоточены дрожжевые клетки. Без дрожжевых клеток, без дрожжей, без продуктов их синтеза, вот эта система, вот эти уксусно-кислые бактерии, из которых получается домашний уксус, существовать и вовсе не могут. Дело в том, что дрожжи в процессе выбраживания яблочного сока синтезируют много полезных веществ, например, пантотеновую кислоту и другие вещества. Это такой бац-удар по любителям условно-бездрожжевого хлеба. Мы уже говорили как-то, что не бывает бездрожжевого хлеба в природе вообще, он всегда дрожжевой. Но есть такой маркетинговый ход про бездрожжевой хлеб, как бы про закваску, но это другая тема. Так вот, дрожжи синтезируют абсолютно важные, абсолютно необходимые для роста, развития этих бактерий и вещества. Поэтому заселяться уксусные бактерии могут либо взобродившие, либо содержащие этиловый спирт и всю сумму веществ, которые необходимы для их развития, для активизации, развития уксусных бактерий, в сок мы можем добавлять также этиловый спирт. Ну, например, в виде водки или какой-то еще спиртосодержащей жидкости. Тогда эти уксусно-кислые бактерии будут очень активно развиваться. Однако вы должны помнить, что в обычных условиях без дрожжей, без нормального содержания активных ростовых веществ, существование этого гриба и закваска невозможно. При этом некоторые фрукты и овощи содержат значительное количество таких ростовых веществ. Например, калина, которая содержит значительное количество и пантотеновой кислоты, и других активных веществ. Также значительное количество полезных для уксусно-кислых бактерий веществ содержит красная свекла. Буквально 1-2 дольки, вот на 3-х литровую банку сока долек этой свеклы, либо добавление буквально нескольких столовых ложек сока этой свеклы поможет активизировать рост уксусно-кислых бактерий. Также такими ростовыми веществами, значительным количеством ростовых веществ обладает чеснок. Несколько долек чеснока очень хорошо активизируют развитие вот этого уксусной матки и чайного гриба. Однако чеснок может придавать несколько специфический запах вашему продукту. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но на небольшом объеме, на 2 литрах, например, вы вполне можете поэкспериментировать. Кроме того, очень сильным ростостимулирующим на уксусные бактерии овощем, фруктом, корнеплодом является имбирь. Буквально несколько долечек имбиря, заброшенных в сок, также сделают ваш уксус и более полезным, и позволят очень хорошо развиваться здесь, вот этой самой уксусной матки. Используйте эти советы для того, чтобы получить и полезный, и высококачественный уксус. Помните, что уксусная матка может погибнуть даже от небольшого встряхивания, перебалтывания уксуса. Если она погрузится вниз и уже не поднимется вверх, это означает, что вот эта медузка, эта уксусная матка уже погибла. Но не переживайте. Дело в том, что в самом уксусе, в самом растворе содержится значительное количество и уксусно-кислых бактерий, и дрожжей, и прочих микроорганизмов, необходимых для того, чтобы образовался уксус. Поэтому через некоторое время эта уксусная матка здесь вырастет вновь. Если же уксусная матка опустилась самопроизвольно, либо же, если новая медузка, новый гриб не образовался здесь на поверхности, это означает, что ваш уксус полностью готов. И для образования этой уксусной матки здесь попросту не хватает питательных веществ. Для того, чтобы активировать образование уксусной матки в таком случае, вам необходимо в уксус добавить дополнительное количество свежего сока. Можно прокипятить столовую ложечку дрожжей и влить туда для того, чтобы также обеспечить уксусную матку дополнительными питательными веществами. В простейшем случае уксус готовится путем, например, заселение сока или вина фруктового уксусом, который уже готов. Сюда же можно опустить также и уксусную матку, которая должна храниться до необходимости, до ее истребования только в уксусе. В воду помещать уксусную матку ни в коем случае нельзя, она там погибнет. Вы можете опустить ее туда полностью и там оставить, либо прополоскать ее в этом субстрате и опять же там ее оставить или извлечь и хранить снова в уксусе. Она будет являться источником всех трех симбиотических базовых микроорганизмов, которые дадут вам начало новой вот этой биотехнологической домашней системе, которая приведет к образованию вот такого вот ценного биотехнологического продукта, как уксус. Это еще далеко не все. Для того, чтобы повысить ценность вашего уксуса, я рекомендую вам поэкспериментировать с выбраживанием не столько сока, отделенного от мякоти, но цельного вот такого яблока и полностью измельченного. Дело в том, что яблочная мякоть содержит значительное количество пектиновых веществ, содержит значительное количество биологически активных веществ в кожуре, хлорогеновой кислоты и многих других. Когда мы берем свежий яблочный сок, тут же отделяем его от мякоти в соковыжималке, например, мы лишаем продукт, свой яблочный уксус, многих полезных веществ. Для приготовления вот такой вот мезги, что ли, яблочной, я использую подбитые, даже чуть-чуть такие коричневые, где-то подгнившие, подбродившие яблоки. Я их только мою, так, не очень тщательно, ну, чтобы землю смыть, паданки всякие. Режу там на 3-4 части с хвостиком, прям семечками, серединкой и как следует на комбайне или погружным блендером их измельчаю. Это очень простая система. Не смущайтесь, что все это довольно густое. В процессе выбраживания мезга отделится от сока, осядет, и по окончании приготовления уксуса вам нужно будет просто процедить этот уксус, отжать, либо снова на соковыжималке, но это уже гораздо более легкий процесс, чем выжимание сока, поскольку яблоко уже здесь измельчено, либо просто через одинарную или двойную марлю выдавить. Ну, ну, в общем, все представляют, как это раньше делалось и как это может делаться теперь. Не является никакой проблемой. Просто берете мезгу, берете ваш уксус, вот здесь вот у меня яблочный уксус есть, там медузка чуть-чуть плавает, и прибавляете буквально ну полстакана на 2,5 литра, вот я здесь добавляю этой мезги, накрываю и оставляю на брожение. Готовность уксуса здесь определяется точно так же, как и в обычном случае. Уксусная матка перестает работать, опускается в толщу этого уксуса и больше на поверхности не образуется. Это очень вкусный и очень полезный яблочный уксус, который содержит в себе так же много пектина, и вы увидите, что он даже по консистенции другой, он такой более густой. А помните, что пектиновые вещества очень полезны для нашего организма. Кроме того, еще есть один способ, как увеличить ценность, ну, в частности, яблочного уксуса. Почему я говорю в частности? Потому что к нему на самом деле можно прибавлять различные соки или просто протертые ягоды. Малину, вишню, смородину, что угодно. Эти фрукты можно брать в чистом виде, а можно брать в смеси с яблочным соком. Почему? Ну, сейчас, конечно, уже октябрь, конец сентября, октябрь, и уже эти фрукты нам недоступны. Однако у меня всегда болит, ну, сердце, организм болит. Зато, когда я вижу у соседей, например, горы белого налива, который падает, гниет, который они собирают и куда-то там за забор выносят для того, чтобы не плодить здесь инфекцию под этой яблоней. А на самом деле возьмите вы их, переболтайте в воде немножко, помойте в тазу, выдавите сок, даже сок не надо давить. Вот просто измельчите их на каком-то комбайне каким-то образом, заселите туда этот гриб, эту матку и получите ценнейший продукт для здоровья, который будет обогащен дополнительно антоцианами, сока, биологически активными веществами этого сока, витаминами и так далее. Кроме того, в процессе истощения этилового спирта уксусно-кислые бактерии могут потреблять также и глюкозу. Однако во фруктовом соке, если только это не виноградный сок, в яблочном соке глюкозы не так и много. В яблочном соке преимущественно накапливается сахароза. Сахароза с помощью грибов превращается в глюкозу и фруктозу. Поэтому дрожжи, грибы превращают глюкозу и фруктозу в этиловый спирт и уксусно-кислым бактериям не так уж много достается. При этом, если вы добавите столовую ложечку мёда на вот такие 2,5 литра яблочного сока или это яблочные мезги, то количество глюкозы, которая будет доставаться уксусно-кислым бактериям, станет гораздо больше. Почему это важно? Потому что если этиловый спирт они сбраживают до уксусной кислоты, то глюкозу они сбраживают до глюконовой кислоты. Глюконовая кислота знакома нам по аптечному глюконату кальция. Это кальциевая соль глюконовой кислоты. Однако глюконовая кислота является прекрасным энергетиком, особенно для пожилых людей, веществом, которое поддерживает энергетические силы организма, которое и для молодых снимает усталость, но особенно для пожилых людей. Это очень-очень полезно. Накоплению глюконовой кислоты будет способствовать периодическое раз в неделю добавление вот такой ложечки меда на вот такой вот объем этого уксуса. И сам уксус будет активнее образовываться, и ценность его будет существенно повышаться. Имейте в виду, что глюконовая кислота, получаемая именно таким способом, с помощью вот этих уксусно-кислых бактерий, используется широко даже в медицине в качестве антисептического вещества. Домашний уксус, приготовленный с помощью добавления меда, может широко использоваться для лечения воспалительных заболеваний, для лечения бактериальных заболеваний. Конечно, не как единственный источник, как лечение, как вспомогательный, Но потребление столовой ложки уксуса, растворенной в стакане воды, натощак, утром, является очень хорошей профилактикой и лечением и гастрита, и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, если кислые растворы вам показаны врачом. Конечно, если вы применяете его для лечения, если у вас есть какое-то заболевание, обязательно посоветуйтесь с врачом, прежде чем начинать потреблять этот уксус с целью лечения. Однако, даже наружное применение такого раствора, столовая ложка на стакан воды, очень хороши для промывания волос, для протирания проблемной кожи и так далее, и так далее. Во всех случаях, когда необходимо избавиться от инфекции, даже для полоскания горла. Однако, как обладатель хронического танзелита, у меня есть свой собственный рецепт приготовления особого уксуса с целью лечения горла заболеваний полости рта, с которым я с вами в обязательном порядке поделюсь. Это длинный рассказ об уксусе, однако это не вся неисчерпывающая информация, который я хочу поделиться с вами, об этих удивительных микроорганизмах, о том, как их еще можно использовать и для здоровья, и для приготовления пищи, и в быту. И я уверен, некоторые факты, которые я вам даже продемонстрирую, не только вас удивят, но даже и шокируют. Что ж, оставайтесь с нами, оставайтесь на нашем канале, и вы узнаете еще много интересного. До новых встреч!